михаил запись уже и делались пошла все всем привет это канал бородачки сегодня у нас гостях анна арклова и дмитрий гарин меня можно даже не озвучивать да сегодня ты в гостях чем мы собрались ты сегодня кто-нибудь вообще в курсе нам и хотели обсудить почему михаил не в очках пожалуйста вот кто твой стилист вообще по карты и как ты вот вообще выбираешь одежду каким канонам по каким критериям тебе сказать как я слежу за модой нет обычно я вижу на фэшн фэшн это презентации дата ночь смотрю ночью фэшн как называется обхашка делаешь вид как будто так вот мы собрались на троих сообразить или что или все-таки мы хотели сегодня поговорить о серьезных вещах вот злободневная тема мне как представители когорты которые мне все равно можно я буду сегодня кахтавить за всех сил тебе можно сегодня все я бы хотел узнать у представительницы женского пола который занимается проблемами гудного скармливания вообще женскими вопросами мне такой вопрос существует ли секс после родов или нет мы открыли новое что-то вы думаете какими проблемами женщин сталкиваются вот именно после года у вас 12 детей у меня двое детей логично значит что секс существует после родов а потом мы для немножко с михаилом с высоты прожитых лет проблема номер один например вот женщина до до родов было дюймовочкой до после ходов она стала не дюймовочкой например вот как с этой проблемой можно справиться то я нас а я стала немножко той тыквы который превращал после двери не просто извиняюсь на блатой каретой после 12 часов который превращал стыкну вот но какой-то процесс где-то видно сломался то есть она просто из дюймовочки превратил сразу ты вопрос это уже сразу как бы ну напрягает я так понимаю что напрягает себя больше психологически да что он наверно больше не вернется да и наверное из этого формируется ряд каких-то комплексов как наверно с этим бороться вообще бороться вообще можно в принципе ура бороться можно вот и ты про постель каждой день как каждая женщина должна обязательно потому что ослабление мышц влагалище да они могут вести и к опущению органов матки вот и кстати самых запущенных случаях это даже выпадение органов и конечно же необходимо сначала посетить врача гинеколога женщине и заниматься укреплением он должен добро дать то есть через какое время через какое время после ротов вообще можно этим делом начинать заниматься понимаю что человек соскучился 9 месяцев примерно через сколько разрешает елку на вообще на самом деле все индивидуально женщина должна проконсультироваться с врачом через сколько и начинать делать упражнения в среднем это где-то 2-3 месяца от вместе еще терпеть как быть мужчине подержать если мы сейчас к вам либо все а после родовой депрессии Правильно? Монаж тоже имеет место быть? А с чем это связано вообще? Как думаешь? С новой ролью женщины в обществе. И самоощущение женщины новое совершенно, что вот она, так скажем, родилась как мать впервые, да, или во второй раз, или во третий раз, или в последующий раз. Все равно это каждый раз ощущается по-новому, в зависимости от того, как протекала беременность, хотелось ли этого ребенка, не хотелось этого ребенка, какие были, возможно, психологические факторы во время беременности. Подожди, а вот сколько, например, протекает, и у каждой женщины вот эта депрессия бывает вообще после родов? Не у каждой, и сколько протекает, ну все зависит от тяжести случая. Ну примерно, вот там есть какие-то, вот в течение двух недель после родов, может, или она через месяц возникает, или вот как? У всех по-разному, абсолютно. Ну да, конечно. Ну то есть она, нет, нет, не просто, вот смотри, там вот она, депрессия женщина впала, и 12 месяцев в ней, или это короче, период? По-разному. А может быть такое, что девчонки, после того, как родился ребенок, возненавидеть того же мужчину, просто отвращение или что-то, возникают вот такие процессы? Скорее наоборот, бывает. То есть, если мужчина присутствовал на родах женщины, да, и видел там процесс рождения ребенка, то он может... Упал в обморок, например, да? Нет, не упал в обморок, вот он стойко все перенес, можно сказать, вместе с женой родила, и потом он ее не хочет. Почему ее не хочет? Да, да. Почему? Потому что, когда ты видишь, что с женщиной происходит... Совершенно в другое... Это как-то так вызывает, может быть, даже отвращение. Поэтому мужчин выгоняют, обычно, если в роддоме это происходит, да, мужчину выгоняют из родзала, и лучше мужчине это делать. Не видеть, пусть он там, побудет эти 5 минут за дверью, потом вернется. Вот я тоже думаю, что не стоит сильно, потому что, ну, я лично для меня был, знаешь, вид каких-то кишков, там, еще что-то, оно на всю бы жизнь, но какой-то эмоциональный блок мог бы поставиться. Хотя у меня знакомые друзья, они как бы рожали с женами, да, там, но я смотрю, после у них, как бы, тяги к женам сильно нет, вот честно. Ты правильно говоришь. То есть, да, это психологически. И еще такая штука про послеродную депрессию, прости, Михаил, что это перебила. Грудное скармливание очень-очень сильно помогает женщине выйти из состояния депрессии, да, там, хотелось все-таки ответить. Скармливание, да, ну, и, как говорят, сексологи, взрослые, нет ничего хуже и более убийственного для сексуальности, чем скармливание груди. Почему? Я не знаю почему. А, то есть, хочешь сказать, что притупляется? Нет, мне, во-первых... Потому что ребенок, в некотором смысле, выступает постоянным раздражителем, чине каждого, ну, чине нет, да? И при стимуляции сосков уделяется окситоцин, да, гормон, счастье и этого. И женщина в период 9 месяцев, ей вообще, может, секса не нужно быть, потому что у нее насыщение вот этим гормоном, оно очень сильное, большое. Правильно? Почему 9? Ну, ой, фу, 9, сколько я перебутал с этим, да, вот, ну, в течение кормления, да, вот, ну, то есть, надо быть очень аккуратным. А почему, слушай, все боятся, вот, что вот, ну, не надо кормить, а вот почему, ты считаешь, что... Нет, кормить надо, пусть кормить, я ничего не говорю, просто говорю, что какие процессы происходят, это не я говорю, а именно сексологи уже вот такие, знаешь, вот. Ну, слушай, ведь, по большому счету, ну, нет, просто видишь, многие люди считают, что вот, я не буду кормить, у меня, типа, там, грудь, чтоб сохранилась, правильно? То есть, девчонки из этого, наверное, больше всего загоняются, да, но, наверное, еще раз говорю, надо всегда уметь общаться, да, подойдет, пообщайся с мужчиной, да, то есть, узнаем, там, страхи, то есть, мужчина же любит-то не только за одну грудь, правильно ведь? Вот она у тебя круга. Мое любимое выражение, мужчина не любит женщину по частям. Он любит ее целиком? Да, 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 либо он ее всю любит, либо он любит хоть что-то сделай, хоть третью грудь ты себе сделай, на лоб, хоть силикон закачай, как мозги, да. На лоб, да, естественно, он тебя любить не будет, так что, ну, девчонки, на самом деле, по поводу груди, ну, и по форме, и по... Ну, я бы сильно не загонялся, то есть, потому что, мало того, что он не любит по частям, так он еще и через 15 минут, как вот посмотрел на грудь женщины, ему нужна новая грудь. Представь, что мужчина – это существо развития, то есть, ну, не надо париться сильно же, то, что там... Ну, у меня просто, ну, двое детей, да, и когда вот у нас все это происходило, да, то есть, я, наоборот, как бы, это нравилось наблюдать, как супруга кормит ребенка, да, то есть, ну, как-то вот, больше, ну, вот, кстати, проникаешь с уважением, да, то есть, потому что, ну, как ты следишь за этим процессами, да, а быть, что там вот это, ну, это не надо делать, дабы что-то сохранить, но не на это ты смотришь, абсолютно. Ты смотришь, что это твоего ребенка, ребенка вскармливает мама, да? Нет, ну, это просто мой психологический такой подход к этому еще, как я воспринимаю эту ситуацию. Большое, что у Михаила есть свой психологический подход, это вот не может не радовать. Нет, ну, нормально, нормально, правильно, правильно. На самом деле есть разные мужчины, разные вообще дети, и воспитание у всех разное. Вот, у Михаила одно воспитание, у Дмитрия другое воспитание. Нет, вообще нет воспитания. Вот, мужчины, по-разному, видевшие в детстве, как кормили детей, как их воспитывали, так все за собой тащат, то, что мешочек взяли за собой, потащили в будущее. Вот, и, скорее всего, есть такая штука, что кто-то помнит где-то на подсознании, как его кормили, кто-то вот не помнит, как его кормили. Вот, и для мужчины важно понять, что женщине грудное скармливание на самом деле дает очень много преимуществ, да, это связь с ребенком, которая очень-очень важна, особенно в первые три года, когда ребенок очень тесно связан с матерью, да, и после трех лет уже он больше отодвигается от мамы и больше общается с другими родственниками. То есть, я говорил интересную такую связь, да, что в момент рождения, да, то есть в течение, там, полугода, да, ребенок, он, как бы, номер один становится, да, для семи, вот, и потом ты говорил, что происходит некое, ну, то есть в виде пирамиды, да, смещение центральной позиции, да, в сторону того, что папа-мама, или как? С иерархия, да, то есть если ребенок в вершине треугольника, когда он только родился, то потом треугольник должен перевернуться, да, и ребенок должен оказаться внизу, в перевернутом треугольнике, в самом низу, иерархии, и наверху стоит мама и папа, вот, и для того, чтобы он туда перешел, необходимо правильно ребенка воспитывать с самого родителя. Вернуть его правильно. Вот, сабы, хорошую тему затронули, вот, насколько важно первые несколько месяцев, да, чтобы привязать ребенка, да, от мамы, настолько же важно вовремя отрезать пуповину, потому что наши мамы до 45 лет ребенка готовы пестовать. Да, да, гиперопек. Да, 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 то есть они могут и жизнь разрушить, и еще что-то, то есть надо вот настолько, и об этом тоже надо говорить. У меня просто друзья, да, ну, с детства мы с ними, то есть я как бы с ними дружил, рос, вот, и у них мама вот реально заботится о них, то есть вот просто заботится о них. Режность не слишком бывает, так заботится, да, да, то есть получается, что вот у меня есть полноценная семья, да, то есть как бы, потому что мне как-то, ну, я самостоятельно стал жить где-то за 4 лет, да, то есть вот, мне будет 2-4 года. Вот, а вот этих ребят, ты понимаешь, что мама переживает, чтобы они лишний раз не напились, чтобы хорошая девушка была, значит, вот эта гиперопека, да, то есть она приносит больше вреда. Отпустить нас, например, я себе, я бы уже говорили, заплотиться. В общем, получается, что в момент еще даже зачатия, беременности, да, мы уже воспитываем ребенка, воспитав самого себя, да, то есть только изменив самого себя, мы сможем повлиять на своих детей. По поводу, мы же начали-то разговаривать за секс после беременности, да, я вот могу сказать, как после родов, да, после родов, как человек, который немножко в этих вещах разбирается, в самой малости, что очень интересные процессы с женщиной происходят в плане чувствительности после родов. Во-первых, выстилание стенок влагалищной трубки, оно меняется у женщин, да, оно становится более чувствительным. Во-вторых, у женщины есть точки влагалища, да, там, точка А, глубокая точка, они лежат как раз вот в области там, где шейка матки, да, находятся. И головка ребенка, она вот 9 месяцев, она могла давить на эти точки, и она могла, ну, как правило, пробуждать. То есть женщины после родов начинают испытывать вагинальный оргазм, да, то есть более ярко, сильно, да, то есть вообще после родов у них меняются вот сами ощущения. То есть вообще в принципе его начать испытывать. Да, 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 то есть, ну, вот в этом плане, в этом плане, как бы, ну, роды могут помочь даже раскрыть, открыть женщине вот, ну, какие-то эмоции переживать. Ну, знаешь, тут же, ну, как сказать, для того, чтобы получать действительно удовольствие от секса, да, недостаточно просто его, как сказать, ну, как сказать, им заниматься. Да, всегда нужно искать что-то новое, разбираться в самом себе, да, то есть смотреть видео, какие-то там тренинги, да, записаться, например, в тебе же на тот же курс, да, то есть для чего. Ну, потому что вот эти все курсы, да, то есть вот это обучение, оно сокращает, как сказать, вот этот период, да, то есть становление и раскрытие самого себя. То есть нет у нас институтов, которые это преподают и рассказывают, как это делается, правильно? То есть чего узнали, где там услышали, приписываемся применять на практике. Мифов, Михаил Михайлович, сколько мифов касательно вообще секса и всего, то есть, я смотрю, девчонки, даже попав на какие-то курсы, они приходят после этих курсов, да, например, по каким-то оральным мануальным ласкам, там, еще что-то ручным, да, по техникам минета, например, по скручиванию пениса, вот, 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 они приходят, я их спрашиваю, и они могут не ответить, как в руках, извините, за вооружение членов держать правильно, они не знают после этого. То есть они тратят кучу денег, попадая в специалисты, которые продают вместо знаний какие-то приборы для того, чтобы укрепить мышцы, в принципе, без них можно, без этих приборов, да, там, ну, мышцы влагалищные трубки укрепить просто, ну, зная какие-то упражнения, да, вот, то есть, ну, это настолько сейчас вот стало коммерциализировано, да, вот эти знания, то есть они не столько, ну, даже пользуясь, сколько просто втюхать что-то, правильно? Лишь бы продать, конечно. Да, да, то есть надо, ну, понимать вообще, к какому специалисту ты попадаешь, да, и вообще, ну, немножко теоретически, ну, это настолько сейчас мало людей, которые могут нормально объяснить, что такое точка G, как ее почувствовать, например, да, вот, ну, всякие вот такие вот моменты, нюансы, там их миллион, вот, но человек сейчас, я сейчас загуглю в гугле, я ни одного не видел видео нормального по точке G, например, как ее найти, что мужчине пальцами почувствовать внутри у женщины, да, чтобы найти ту же самую точку, я не говорю о других каких-то вещах, там, продвинутых, или внутривлагаечных техниках, я вообще ничего не говорю, просто вот банальное, банальное, вот это невежество, оно порождает разводы, потому что не чувствует мужчина-женщина, да, что она получила в его руках максимальные эмоции, да, разрядку, и мужчина ищет вот тех ощущений, тех эмоций, которые он привык испытывать при просмотре порно, например, да, то есть, ну, такие вот вещи маленькие, да, и вот женщине нужно себя готовить, изучать свою физиологию, и мужчине надо себя готовить, где это мучат, не учат нигде толком. А ты мучишь? Не бывает, да. Просто видишь, когда, ну, не было, скажем так, активного вот этого заселия интернета, да, когда уже, то есть, сейчас мы как живем, а кто-то готовит какие-то, ну, подготовил какие-то ответы, да, то есть, со своей, как говорится, колокольчик смотрит, подготавливает ответы и выкладывает, а, и вот этого, то, что выкладывание, да, очень много, ну, реально большая свалка, то есть, и мы упускаем в саму суть, да, ты правильно сейчас встал, что очень трудно что-то найти, да, это сплошь и рядом, это не только, там, секс, вот, реально, хоть гостиницу, иди, пойди с ними, или, там, добраться из пункта А к пункту Б, получается, что, вот, компания Google просто не все знает, она реально обманывает людей, вот, реально обманывает, если ты едешь, например, обычно, то есть, по дороге, и обязательно тебя на заседы ведет, я говорю, я не хочу туда. Понимаешь, то есть, но видно, где-то проплачено, а вот это, как сказать, коммерческая коммертизация, или как правильно высказаться, то есть, она вот везде, вот эта коммерция чувствуется, да, что, вот, надо туда, а ведь истинный ли это ответ, то есть, хочется ли мне туда ехать, да, никто уже об этом не говорит. Все постоянно пытаются подсунуть готовый ответ, а в том, что действительно надо изучать и теорию, и практику, не знаю, что ты помнишь, я тебе говорю, не зацикливаться на том, что вот можно смотреть, подойти к большой панораме и смотреть вот так вот на пятку, рядышком, а если отойти несколько шагов, ты будешь видеть полностью картину, вот, не надо зацикливаться, я что-то схватил знания, все, я знаю, я пошел. Ты больше немножко расширь свои газовистые пределы. У меня такой вопрос сразу же, да, такое ощущение, что мы пригласили Анну, она нас послушала. Она сразу взяла у нас интервью. Вот, да. И именно этим я обычно и занимаюсь на своих консультациях. Ну, а часто приходится выслушивать девчонок, да, там, ну, вот они же, ну, понятно, там, по оскарбливанию, да, там, ну, по поводу секса они тоже, да, частенько задают какие-то вопросы, переживания высказываются. Дело в том, что пообщаться со своим собственным мужчиной несколько проблематично, там, сказать, дорогой, ты что-то делаешь не так, мне не нравится, или вообще, в принципе, женщина очень стесняется. Они даже не стесняются, они боятся его эго ущемить. Конечно, это тоже, да, вот. И очень трудно самой себе признаться, что что-то не так, вот. Вот, и поэтому, когда общаюсь с подругами, то как-то подруге стрёмно это говорить, ну, ты же с этим человеком столько лет, скажем, жил рядом, и как-то, ну, лучше поговорить с другим человеком, которого я не знаю, и с которым я буду общаться только на эту тему. Согласись, что мужчине даже задать этот вопрос, это очень сложно, это надо набраться смелости определенной. Конечно, да. Да, потому что, да. Но, видишь, тут, я вот считаю, что любой тренер, да, или психолог, вот, самое главное его качество, это создать доверие, правильно? Вот именно перейти через какие-то барьеры быстро, что, например, у тебя, ну, консультация полчаса-час, да, например, у тебя есть время. Тебе за это время надо перескочить через все вот эти преграды, все эти страхи, вот этого человека взять прямо, расслабить его быстренько и вытащить из него суть, чтобы он почувствовал себя комфортно и раскрылся. Это очень сложно, на самом деле, и не каждый человек это может сделать. Да, конечно. Поэтому можно давать, ну, женщинам время выскрыться. Я хороший слушатель, но у вас еще послушают. У нас просто, видишь, способствует... У вас просто болит, я чую. У нас не очень сильно болит, видишь, эго, видишь, оп, ты сказала, у нас болит, мы говорим, нет, у нас не болит, понимаешь? С мужчинами непросто вещи доносить. А как мужчина говорит, слушай, женщина говорит, ну, что-то ты не то делаешь, да, мой? А говорит, всем нравилось, всем нравилось для тебя, понимаешь? Вот, и женщина такая, все по поводу нарезания резбута. Да, 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 левая и правая. Так, ну, ладно, мы сегодня очень интересную тему подняли. Слушай, да, подожди. Еще вопрос. Да, 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 то есть, ты хочешь это доносить в массы, да, правильно? То есть, чтобы как можно больше людей узнавало, да, то есть мы с тобой по этому поводу говорили, что для того, чтобы больше было слушателей, да, то есть нужно писать от своих переживаний, там, да, на своей странице или там в группе какой-то там, да, то есть специально. По поводу эксклюзивности я тоже, да, тебе уже объяснял и говорил. Вот, я к чему? Потому что рубрику эту надо вести. Порой мы, нам кажется, что нас никто не слышит и нас вот не читает. На самом деле читают очень многие, потом проходит какое-то определенное время, люди, зайдя к тебе на страницу или еще куда-то, они начинают вчитываться, ведь, как сказать, вчитываясь, да, то есть они, ну, становятся твоими подписчиками, да, то есть и вот в плане социалки, ну, вот мы просто говорим о том, что мы можем открыть рубрику, но в плане социалки это все-таки работает в режиме онлайн. А для того, чтобы насти информацию, да, то есть нужно создавать какой-то определенный сайт, на котором можно разложить все по полочкам, сделать некоторую, в смысле, библиотеку, знания. Я работаю над этим. Да, над этим надо работать. А вот по поводу, можно, по поводу уникальности контента, когда ты начинаешь свою аудиторию работать, она начинает тебе вопросы задавать. Я вот лишний раз, когда я веду свой блог, да, я даже не задумываюсь, потому что у меня столько вопросов сваливается на меня, что я просто отвечаю на этих вопросов, так же вот копаясь, читая литературу, я, во-первых, я сам расту, да, в личностном плане, да, и вообще, и плюс я просто отвечаю на вопросы или со мной что-то случается. Да, и если отвечать на вопросы, надо не по принципу, знаешь, вот как бы человек написал какой-то комментарий там под постом, да, вот в чем минус сразу в социалке, да, то есть вот он написал вопрос, ну, понимаешь, вот вопросы, да, они, в принципе, ну, это связать вот, со человеком интересует один и тот же вопрос, который после прочитанного материала, да, один и тот же. Ну, их там может быть пять вопросов, но вот основной костяк вот интересует этот вопрос. Вот тебе новые сразу же темы для того, чтобы, ну, если ты будешь отвечать на комментарии каждому, ты потрачуешь очень много времени. Дима сейчас очень классно делает, он просто видит тему, ему кто-то что-то задал, он где-то, хоп, услышал, да, то есть и вот он уже просто готовит уже какой-то новый текст по потребности. Где новый текст? А? Где новый текст? Он уже, я привлекался. Была куча моих вопросов, где новые тексты? Нет, почему, Дима каждый день, вот, кто не знает, он приходит и пишет. Я тоже тут начал что-то писать, всякую рублю, пишу, но у меня как бы скучный процесс, там, как заработать деньги. Слушай, когда вот твой пост смотрит полторы тысячи человек за день, это разве скучно? Вот, ну, вот, если взять тебя, например, да, вот? Не, ну, не за день мне, конечно, писать, но у меня какой-то был пост, там, где-то 1300 было просмотров, там были лайки, комментарии, то есть и посты даже. Вот, я, ну, так, иногда просто отвечать, там, пару комментариев делаю, но я потом дальше готовлю, то есть вот жизненная ситуация какая-то приходит, я дальше все делаю, делаю. Вот, в плане бизнеса, ну, я сейчас как раз вот готовлю пост, недостаточно иметь просто предпринимательскую жилку, да, для того, чтобы зарабатывать деньги, да, то есть нужно образование, да, то есть как бы то ни то ни хотелось там слышать, да, там, что мы можем что-то сами, да, мы можем, но и все-таки теорию, теорию именно, как сказать, чтобы какое-то подтверждение, что ты эту теорию, как бы знаешь, да, скажи, вот так вот, с высоты прожиротых, это вот, одно дело есть академическое, да, образование, ну, не академическое, как оно, ну, институт, да, а другое дело, сколько часов академический человек потратил на самообразование, вот это больше, мне кажется, дает, ну, эффекта, чем ты просто там прослушал какие-то курсы, да, у тебя есть бумажка, ты можешь эту бумажку прикрыться и вот так, и у нас очень много специалистов, которые вот этой бумажке прикрываются, дают шаблонные ответы, которых там научили и не развиваются вообще никак. А, ты сейчас смотри, о чем говоришь, смотри, есть твоя практика, да, есть теория, а по поводу классного музыка, как раз эпический момент, и смотри, для того, чтобы тебе не просто, так сказать, трактовать чужие мысли, для того, чтобы действительно уже излагать свои мысли, нужно и теорию изучать, да, то есть действительно получать какие-то определенные... Ну, а постоянно докладывать себе. Докладывать себе для того, чтобы действительно анализировать, потому что ведь кто-то, ну, вот тебе передали какую-то определенную практику, или ты видишь, да, ты любознательный, вот это очень вообще классно, да, то есть от теории тебе дали определенные знания, ты понимаешь, что те знания, которые уже сформировались, недостаточно для того, чтобы как можно больше и эффективнее рассказать это, чем больше узнаю я ничего не знаю вообще у тебя уже аудитория там несколько тысяч человек и собрать по социальным сетям принять что-то вроде советует и хрена не надо хотя ты знаешь что ты на любой вопрос можешь вот три разных ответов под любого человека то есть ты можешь разложить вот так вот всю жизнь поменять мировоззрение за какие-то минуточки у человека плюс еще смотреть по образованию да то есть вот у меня спрашивают там вот как это сделать как вот это сделать да я такой сижу думаю ребят вот смотрите был был бы у вас например вот это образование да то есть вы бы лишний раз бы не задавали вопрос вот если вы задаете кому-то вопрос вы теряете время ну это касаемо бизнес сейчас расскажу с чем это связано тебе для того чтобы решить эту проблему надо у всех поспрашивать это время если ты профукиваешь время если этого не экономишь значит вы уже не бизнесмен то есть ты должен научиться ценить свое время ведь порой вкладывая до своей там труда часы свое личное время в образование даты там блин неудобно там три ну я просто у меня высшее комическое образование просто ну просто была возможность я получил да то есть для всего бы не было бы пошел бы учился я к чему надо тратить свое время это дает силы и возможности для самореализации впоследствии будущего ты самый главный инвестиций человек то есть не просто там ну голову да ты вкладываешь голову и многие люди об этом забывают а скажу что жалстана сейчас у тебя несколько проектов дальше справа правильно немножко два слова буквально скажи вот в каких направлениях двигаешься что у тебя за проект да конечно у меня несколько проектов я веду встречи для женщин здесь основного почты вместе с детками у нас встречи потом меня есть закупки книг очень хорошие книги по родительству для для родителей вот для маму пап не для вредителей для тех кто думает головой для тех кто любит читать вот и еще что еще делал еще делаешь ты ведешься по грудному сталь ну да конечно я же консультант по грудному скажу я забыла немножко вот все время занимаются да конечно просто такая социальная деятельность поэтому я даже не знаю я помогаю женщинам наладить грудное вскармливание это не значит что я кого-то кажется по уверенности в твоих глазах мне кажется даже михаил бы научила грудному скармливанию да вот так вас научить вам необходимо я могу предоставить консультацию на дому на дому дмитрий меня в этот раз действительно очень серьезно подколол даже не знаю чем ему ответить у тебя же грудь есть группа мужская а да есть разница кстати теоретически мужская группа может выделять молокоподобная я чувствую что-то что-то думает дух из меня что это все пресс это на можно когда забегаем вперед после реализации проектов у нас просто четыре проекта один уже завершился по гостинице сейчас у нас вот идут парикмахерская массажная тоже на подходе вот по реализации и 4 такси мы в принципе планируем действительно открыть здесь базе вот этого офиса этого пространства да то есть просто очень много кабинетов некую бизнес квартиру да то есть просто сам петербурге там зашло это пользоваться но просто не все понимают вот многие что-то пытаются делать еще заниматься бизнесом забывая самое главное да если в большом городе это получилось вы не забывайте что там просто много людей там 7 миллионов это величина константа то здесь как бы намного меньше людей и вы намного меньше получите отзывы да то есть и соответственно чтобы к себе как-то приучить зачем тебе люди нужна очень мощная сильная концепция недостаточно что-то делать 1 нужно чем-то это подкреплять и усиливать гигантское помещение с кучей стульев столов которая предназначена для проведения всяких мастер-классов тренингов и пустой тогда да 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 мы для этого как раз ближайшее время то есть где-то с июля месяца начнем этим заниматься туда подключим аппаратуру то есть там будет и телевизор и компьютер соответствующий да тут может быть и рассказать о мероприятии нас есть оборудование что казани трансляции этих мероприятий под эту тему как раз тоже будет готовиться что же бизнес-проект с нашей стороны то есть мы соответственно тоже я напишу поскольку предполагается затраты финансов да то есть и как вообще планируем этом зарабатывать мы просто людям очень интересно как это вообще происходит изнутри изнутри да мне сегодня слушаю мне идею сегодня марина шувалова подала вот она у них там пост она разместила то что у них есть шатер большой белоснежный такой ну выездные заседания типа можно проводить то есть можно в принципе если у кого есть желание есть люди хочет отметить какой-то праздник или вот выездное заседание то есть можно воспользоваться их шатром там стоит ему 5000 рублей аренда нового это это понимаешь вот смотри концептуальное отличие дальше чтоб ты сказал это просто предложение бизнес это не про не просто одно предложение понимаешь бизнесе лучше вообще существует масса факторов влияющий да то есть на успех нельзя одним предложением зарабатывать как говорится я говорю как вариант как вариант я бы не ослышал тебя да это не просто прекрасно понимаю почему вот взять вот этот проект да я сейчас они просто начну озвучивать ведь предложение это наше какое не просто вот есть офис да то есть в котором вы приходите но на самом деле в городе очень много таких помещений каждый может снять кто-то там за 5000 что-то с 15 школы сколько позволяет денег а просто в другом будут ли туда ходить люди приучены ли туда ходить люди а как это сделать я ведь о чем говорит у меня высшее экономическое образование да то с информационным наклоном то есть я информатика экономист чтобы понимать то есть и понимаю перспективы и сущность вообще информационных технологий применяя их бизнесе и я скажу так да если я займусь вот этим процессом эти проектом да то спасать если понятно эта комната это оборудование да по последним танка сказать новшествам да там как писком моды скажем так ну помимо того что это просто помещение я сделаю сайт то есть я сделаю социальные во всех социал когда укажу что есть вот такое то место реклама я можно информационную поддержку даже если у него нету аудитория может прийти и за какое-то время за месяц за полтора за две недели мы можем собрать и аудиторию я да я начну потихонечку вот она концепция чего я начну потихонечку приучает людей заходить сюда да там что-то здесь происходит здесь какая-то крутится жизнь и тем самым кто-нибудь когда-нибудь сюда придет уже не только ты занимался вот по последней штахе надо делали массажном кабинете ко мне раз зашла женщина 2 зашла женщина что у вас здесь у вас плох пространство знаешь то есть люди как бы ходят и видят вывеску и они сами заходят понимаешь что даже особо мы еще рекламу не давая толку сейчас пока приводим еще я к чему сейчас операция в принципе рассказал процесс становления от идеи до формирования готового бизнеса там просто еще есть всякие подводные нюансы там да то есть это уже ну якобы и решает да то есть поэтому я не вот вот я еще не начал что-то делать да то есть я уже в принципе просмотрел как бы вот эту всю фигню как называю путь установление фига в путь конечно ведь недостаточно просто вот готово предложение вот у нас это просто но готово предложение на котором ты не выйдешь а бизнесе это надо учитывать очень много факторов понимаешь не все это понимают все это видит михаила у меня вопрос ты сказал о том что необходимо учиться да и предпринимательство тоже необходимо учиться может быть у тебя есть совет куда пойти учиться куда пойти учиться ну вот у нас есть для начала да то есть с основным бару это курсы предпринимателей это такая создать это первые курсы на которых можно сходить да поучиться но в дальнейшем нужно будет что-то искать в санкт-петербурге да там есть интересные курсы по механике денег да то есть как это формируется откуда находить силу тогда то есть есть как бы теоретические знания в плане вот это как положено делать да то есть есть еще другие теоретические знания как это вообще процессы возникает об этом не все учат вот я просто проходил тоже курсы механики денег и я считаю что для меня они просто как сказать встряхнули меня да то есть как бы но чтобы сказать что-то новое да то есть нет они меня просто встряхнули и запустили кита во мне заново процессы там да то есть разбудили вот и все да а для людей которые туда приходят для них действительно открывается что-то новое то есть я просто уже данный данный бизнес занимаюсь и вижу все это сразу же могу разложить многие вещи по полочку мне просто порой не интересно чем заниматься потому что смотри вот человек который закончил несколько лет назад вуз он уже не успевает за стремительно меняющимся вот тура и рынка это правильно называется да то есть надо постоянно наверстывать и добивать свежей новой информации тенденции вспомнила пять лет назад ты когда брал телефон у тебя вот что было в телефоне он тебя был с кнопками там еще что-то да ну ты это пик мозга сейчас уже не значит и по поводу вот еще образование да но ты знаешь пока мы молодые наш надо действительно идти в институт да то есть там не размениваться пьянки гулянки то есть ну ты вкладываешь свое будущее я вкладывался на свое образование сейчас я это применяю на практике но если у человека нету этих знаний да но ты пойди сначала на курсы вот предпринимателей пойди на курсы развития личности пойди на курсы бухгалтера да тут тоже не помешает потому что люди поставили наши задают вопросы на счет тратишь время человека и тратишь время свое ты не получишь как сказать полный ответ на свои вопросы пока не не заставишь сам себя научиться чему-то либо то есть положить что он там был стоит правильно стоит вас есть человек который лезится разобраться все ничего не получится вот такой хоть 25 учителей будет сидеть пока вот сам голову не включат к не захочет сам не пишут я многим говорил но ты займись вот было время да там блин я же сейчас деньги заколочу мне все хорошо не заколочу подожди ты сейчас размениваешься вот есть время здесь и сейчас да то есть перспективы роста да то есть хотя нет рост дачок не слышал даже дошло до той ситуации что когда появилась конкуренция а компенс она всегда будет да то есть надо не скидывать это со счетов и получается что наступил тот момент когда появились более мощные более как быть молодые конкуренты до которые смотрят совершенно по-другому на те или иные вещи то есть мы же когда в чем-то ну как зарабатываем варимся мы забываем что есть где-то развитие но идет она не останавливается и приходят новые люди которые мысль по-другому как-то заносит как торнадо да и это так происходит и когда я говорил уважаем этом сюда но еще займись вот этим займись вот эти не слышали я всегда будут есть люди которые слушают но не слышат это концентральное отличие вот научиться слышать самое важное особенно для людей которые хотят заниматься бизнес слышать оппонентов слышать потребность не просто слушать потому что у нас у всех есть особенно во всех сферах вот те звонят каждый день да вот эти специалисты по продаже они же тебя вообще не слышит я я начинаю учить людей продавать по телефону когда они мне звонят ребята спросите чем нет она они начинают а вот вот этот и знаешь начинают фразу вот эти стандартные мерзкие у вас есть там типа минутка свободная да я сразу так не сейчас начну счетов их ведь все в сознание закрывается все это тоже шаги мимо уважни на но это уже технологии давай наверно михалыч и будем затягивать эфир поблагодарим анну за то что пришла и не поделилась нами нас я хочу туда пожелать вот успехов в этом начинании да то есть и для того чтобы а тебе больше узнавали в любом случае виде рубрику то есть я уже говорил да есть такое понятие эксклюзивно просто не все узнать вот что тоже скорее всего действительно буду в этом кабинете проводить курсы по 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 социалке да то есть как вообще продвигать свой бизнес я могу принципе предпринимать и отвечать на какие-то вопросы просто смысл-то в чем есть вот например контент в группе это скажем так эксклюзив а на своей странице это общие как сказать ответы на вопрос что для того чтобы затянуть например группы или наоборот да то есть люди любят исключительно они готовы платить за это то есть они готовы интересоваться минутку туда заходить но это вот для сравнения вот как две приставки есть приставка иксбокса есть playstation xbox это как владеет компанией microsoft и все что идет писи данный персональный компьютер то идет на xbox playstation все то же самое такая ситуация но из кардинальной такой маленькой отличие и playstation есть эксклюзивы все что есть вот именно вот эти эксклюзивы не есть только на playstation и люди которые но это будет игроки да то есть они приходят видишь что у человека playstation они начинают кусать локти блин как ну нет возможности проиграть я вот почему даже вот эту методику можно тоже применять для развития продвижения так в итоге ладно все всем пока спасибо задавайте вопросы принципе она назови телефон еще по которым может связаться 8 911 748 36 56 и я так понимаю что у тебя сейчас просто будет рубрика да то есть по поводу секса да у женщин это правильно после родов и что я работаю пока над этим да я надеюсь что мы шесть что-то мы вообще развеяли не просто вопрос уже у девчонок очень много да там понятно там какие-то там лайфхаки там подсказки когда что-то да да то себя просто людей интересует еще что-то более такое да то есть продвинутые но не это же не для всех это за свои личные переживания ты над этим как бы думали что то вести да если девчонки если у вас есть какие то вопросы по сексуальному мастерству или о том как заказать долгосрочные отношения так вот то есть вы можете ко мне принципе обращаться в социальных сетях есть везде представлю дмитрий гарин чите обращайтесь все всем пока все всем пока до новых встреч пошел выключать камеру даже нет автоматически когда у вас будет автоматизация у нас просто это ужасный интернет так то все по-другому обрежем